Да! Всем здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! И книгу, которую мы представляем, называется «Занимательная грецкая» в древнегреческой культуре. Рекомендованный возраст 12+. Автор – филолог, классик, литературовед, переводчик, лауреат премии Михаил Леонович Гаспаров. Вообще книга, так, чтобы наших зрителей, слушателей, включить в эту историю, она написана в жанре исторического анекдота. История жизни древних греков изложена в легкой форме. Но меня предупредили, что у гостей есть различные мнения по данному вопросу. Захар, тебе слово. Я пришел сюда не чтобы ее хвалить, а чтобы ее критиковать. Самый главный минус этой книги – то, что там около 20-30 страниц полностью пропаганда социализма. Возможно, это не так явно выражено, но герой, который соответствует главному девизу Советского Союза, землю крестьян в фабрике рабочим, смерть бружуям, прославляется. А те, кто не совсем соответствует этому признаку, даже чуть-чуть, они критикуются. И некоторых великих личностей также убрали. Призрак коммунизма раньше бродил по Европе. Теперь же он бродит по страницам книг. Следующее – это, возможно, неточность информации. Потому что греки, по мнению, конечно, автора этой книги, били все олимпийские рекорды, которые сейчас есть. Ни один из спортсменов за всю историю олимпийских игр даже близко не приблинулся к тем рекордам, которые написаны в этой книге. Хорошо. А как тебе, например, такой момент? В начале книги автор задает вопрос. А это правда так и было? У тебя возникло, когда ты начинал читать эту книгу, вот эта мысль проходила? Да, это не было такого. Вообще ни одного факта, который там есть? Ну, я говорю про некоторые только факты. Ну, а как же те философы, которые там приводятся? Ну, они на себя не берут? Название такое – мудрецы, да? Вот, все-таки философы. Я говорю лишь про часть книги. А достаточно большая часть книги, она действительно интересна для прочтения. Классно. А как тебе вообще мысль про счет, который там был? Вот мне, я уже сейчас таким, ну, немножко, чуть-чуть есть жизненного опыта, и уже книгу читаешь совсем по-другому, нежели когда тебе там было 7 лет или 8 лет. И поэтому я ее, ну, наверное, приоткрыла по-новому, за что тебе очень большая благодарность. Хорошо. Вот смотрите, друзья, у нас много-много книг еще. Помимо той, которая у Захары и у меня, у родителей тоже есть книги. Анна, рассказывайте, что это такое у вас? Благодарю вас за предоставленное слово. Ну, вот Захар рассказал про книгу, которую он недавно прочел. Я бы хотела, прежде всего, сказать, что эту книжку нам порекомендовал школьный учитель. Захар учится в Кировском экономико-правовом лицее. У нас совершенно замечательный педагог, молодой, талантливый, очень умный Артур Сергеевич. Мы обратились к нему за советом, какие бы он нам книги порекомендовал прочитать, исходя из школьной программы. И вот Артур Сергеевич рекомендовал эту книгу. И Захар, конечно, там не только минусы нашел, но и плюсы, много интересных фактов. Мы обсуждали эту книжку. Он подготовил целый список. И вот в этом списке была эта книга. Почему такой интерес к истории, углубленный интерес? Наверное, началось это все с детства, когда Захару было 4 года. Мы ему начали читать книжки исторические серии компании «Умница». Вот книжки, их там целая коллекция. Это книжки с древних времен, идут и до нашего времени. Они яркие, с красивыми такими вот иллюстрациями. Книжки категории 6+. Они подходят для маленьких детей. И вот, наверное, с этих книжек началось увлечение историей. Затем он очень полюбил читать мифы. Вот одна из книг, которая его увлекла в возрасте дошкольном, это «Скандинавские мифы». Тоже книжка категории 12+, несмотря на то, что как бы возраст постарше, но мы читали ее еще до школы. Я вот помню, мы прочитали большое количество мифов. Захар очень заинтересовался этой темой. А потом потихонечку, потихонечку он стал читать все больше исторической литературы. И у нас появились книжки о Великой Отечественной войне. Потом мы принимали участие в такой замечательной олимпиаде. Олимпиада «Наши наследия» — это Всероссийская олимпиада, которая каждый год охватывает какую-то определенную историческую тему, исторический период. И вот мы на протяжении нескольких лет принимали участие в этой олимпиаде и даже удалось побывать на российском этапе. Захар с удовольствием читал книжки на протяжении всех этих лет. И мы искали, как же нам пополнить нашу библиотеку. Все время посещали и библиотеки города, библиотеку Лихановой, Герценку и так далее. Покупали книжки и даже приобретали книги на Авито. Вот, например, есть такая замечательная серия «Я опознаю мир». Это серия 6+, для детей. И я помню, нашли объявление, человек продавал более 70 книг, книги были не нужны их семье. И вот мы приобрели, и там было много как раз книг, касающихся истории, политики, религии, мифологии и так далее. Вот, поэтому я думаю, что у него интерес к истории отсюда пошёл. Проходит ли у вас, Константин, может быть, дискуссии вечером? Да, то есть, чтобы ребёнок полюбил историю, невозможно не обсуждать её внутри семьи. Я помню, когда Захара возил садик на другой конец города, мы практически каждое утро обсуждали какой-то период истории. Я думаю, что это заложило в нём определённый интерес взять книгу и что-то узнать больше, о чём мы говорили. И хотелось бы немного вернуться о книге, которую почему-то Захар решил сказать только минусы по этой книге. А на самом деле книга, помимо минусов… Книга «Занимательная Греция». «Занимательная Греция» Гаспарова. У неё также есть и много плюсов, потому что мы узнаём, в частности, и из этой книги о том, что наша культура российская и европейская культуры берут корни из Древней Греции. И вообще исторические книги, я бы хотел такой акцент сделать, они актуальны, чтение их во все возрасты людей и во все времена. И особенно во времена каких-то перемен, какой-то, возможно, смуты. То есть для чего к этим книгам нужно возвращаться и читать, чтобы мы могли более объективно видеть наше настоящее и, возможно, предвидеть будущее, что может произойти с обществом. Я так понимаю, взрослая за то, что эту книгу хорошо прочитать. Захар, твой такой последний вердикт данной книги. Что тебе, может быть, понравилось? Ну, не знаю, все тут хвалят книгу. Я не хочу, чтобы всё было однообразно. Надо что-то новое придумывать. Отлично. Ну что, друзья, в завершении программы вопрос к следующему гостю задает тот, кто был в прошлый раз. И вопрос от Кирилла Стёпина звучал так. Захар, в какой момент в своей жизни ты одел красное и почему? Это связано с коммунизмом или просто красное? А вот нужно ответить так, как ты считаешь сам. Никогда не одевал, я одевать не буду. А теперь твой вопрос к следующему гостю. Зачем этот человек пришел на эту программу? Спасибо. Сегодня мы познакомились с книгой Михаила Гаспарова «Занимательная Греция». Лучше узнать древнегреческую культуру – это значит лучше понять и Шекспира, и Рафаэля, и Пушкина. И в конечном счете самих себя. Потому что нельзя ответить на вопрос, кто мы такие, не ответив на вопрос, откуда мы такие взялись. Потому что познать самого себя – это тоже один из заветов древнегреческой цивилизации. С вами были Ксения Шамова, Захар, Анна и Константин Новоселовы. В программе «Да». Да.